МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите в выпуске. Второй срок. Глиб Никитин официально вступил в должность губернатора Нижегородской области. Спасибо за ваш труд. Торжественный прием учителей и воспитателей прошел в драматическом театре. 29 организаций, более 3,5 тысяч человек и 71 – хороший поступок. Осенняя неделя добра прошла в Сарове. Подробности далее. 1 миллион 159 тысяч 13 избирателей поддержали кандидатуру Глеба Никитина на прошедших выборах, что составило почти 83% всех голосов. Торжественная церемония вступления в должность губернатора Нижегородской области прошла в восстановленном здании Манежа на территории Кремля. На второй пятилетний срок Глеба Никитина благословил митрополит Георгий. Промыслом Божием Господь трудил вам нести свое служение на благословенной Нижегородской области. Эта земля благодатна, святая. И дай Господи вам препостивил духовных интересных с помощью Божьей по хрому Толицы небесной достойно нести свое служение на славу Божию, благотворимы нашего Отечества. В Манеже собрались более 600 гостей. Инаугурация прошла под лозунгом Нижегородского ополчения 1612 года «Купна заедина». Губернатор принес присягу, поклявшись соблюдать Конституцию РФ и законы, приложить все силы и знания для обеспечения благосостояния жителей Нижегородской области, соблюдения их прав. Главу региона поздравил полк предпрезидента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Шесть лет во главе региона показали ваш профессионализм и зрелость руководителя. И Нижегородская область вновь стала символом инноваций и эффективных решений. За это время развивались новые производства и строились крупные инфраструктурные объекты, активно поддерживалась транспортная система и актуальные проекты в IT-сфере. Игорь Комаров также отметил, что Нижний Новгород стал центром культурной и спортивной жизни Приволжского федерального округа. В ответные речи Глеб Никитин несколько раз поблагодарил своих избирателей, заметив, что каждая встреча с людьми отпечаталась в его душе, и он запомнит их на всю жизнь. «Если мы хотим строить по-настоящему сильное, независимое и развитое государство, нам всем необходимо вкладывать лучшие силы в развитие нашей земли, нашей малой или большой родины, не ожидая этого от кого-то. Власть в нашей стране – это такие же мы с вами, те же русские люди, они все здесь родились. И каждый мог бы быть на их месте. Мы все должны спросить, в первую очередь, себя, а что я сделал для своего села, города, региона, страны? Следующие пять лет, как и предыдущие, мы с моей командой намерены твердо придерживаться обозначенной модели. Выросла экономика региона, улучшилась его репутация, в первую очередь за счет формирования устойчивого образа территории возможностей, территории экспериментов, территории лидерства. Уважаемые коллеги, единственный возможный путь развития нашей области, нашего региона – это вкладывать свои усилия в себя, в свой край и в свое будущее именно здесь, а не где-то там. Я в этом абсолютно уверен, именно по этому пути мы и продолжим идти. Маскировочная сеть, сделанная вручную, не считывается камерой дрона. В отличие от обычной заводской сети, где рисунок повторяется и поэтому распознается роботами. На фронте сети, сделанные своими руками, в большом дефиците. Узнав об этом, мастерица Татьяна Пантелеева решила начать плести сети сама. Первое время все материалы покупала на свои средства. В интернете наткнулась на информацию, что большая потребность у ребят на фронте в маскировочных сетях. Спасибо интернету, нашла способы плетения, нашла источники, где закупаются материалы. И на тот момент все сети можно было купить свободно, не было дефицита. Это кропотливый и ответственный труд. От скорости и качества изготовления сети зависит жизнь наших защитников. Каждую сеть Татьяна тщательно проверяет. Заполняют сети сельскохозяйственным нетканым укровным материалом спонбонда. Но он в большом дефиците. Первое время Татьяна использовала обрезки ткани, которые остаются от швейного производства, творческого объединения своим, и вплетала их в сети. Сети в большом дефиците. Их просто не успевают производить. И естественно, рынок определяет цены. В связи с тем, что вырос спрос и выросли и цены. А нам надо, впереди новый сезон зимний, и нам надо закупать партию зимних сетей. Зимняя сеть, она белая. Соответственно, спонбонд мы будем покупать под зимние расцветки. Сейчас денег на покупку материалов нет. Неравнодушных горожан Татьяна Пантелеева просит о помощи. Средства можно отправить по QR-коду «Храму всех святых» с пометкой «Для СВО». Если есть желание помочь, есть возможность, просьба перевести деньги по QR-коду, который расположен ВКонтакте, на странице творческого объединения своим. Там же сегодня мы разместили номер карты, карта моя, на Татьяну Ивановну П. Просьба, если будете переводить деньги с пометкой «Сети» на «Сети», «Маск-Сети», то есть каким-то образом обозначится. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Мышиная лихорадка – инфекционные заболевания, связанные с началом дачного сезона и сельскохозяйственных работ. Ежегодно в стране регистрируется около 7 тысяч случаев инфицирования. В Сарове в этом году заболело 16 человек. Заболеваемость выросла на 33% по сравнению с прошлым годом. Ежегодно, весной и осенью, наша лаборатория проводит отлов грызунов и их исследования. И каждый год выявляются зараженные грызуны, что и способствует распространению данного заболевания. Заразиться лихорадкой можно по-разному. На садовых участках при работе с землей, сеном, во время сухой уборки садовых домиков и при разборе старых деревянных конструкций, а также в гаражах и на природе. Источником заражения для людей являются мелкие лесные млекопитающие. От человека к человеку заболевание не передается. Основной путь заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом – воздушно-полевой. То есть вирус вместе с выделениями грызунов через дыхательные пути человека разносится уже по всем остальным органам. Инкубационный период болезни длится от 4 до 49 дней, в среднем 2-3 недели. Болезнь начинается остро с повышения температуры тела до 38-39 градусов. Сопровождается ознобом, головной болью, жаждой. Появляются боли в глазных яблоках, ухудшается зрение. Возникают боли в животе и пояснице. Снижается количество выделяемой мочи вплоть до полного прекращения. Специфического лечения геморрагической лихорадки не существует. Однако следует отметить, что после того, как человек переболел, у него вырабатывается пожизненный иммунитет. Для того, чтобы избежать заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, необходимо соблюдать, в принципе, несложные правила. Если вы на своем дачном участке или в домике загородном, либо в гараже увидели живых грызунов, либо следы их жизнедеятельности, то нужно провести дератизацию. И после этого обязательно провести влажную уборку с применением моющих и ДЭС-средств. При отсутствии своевременной помощи заболевание может стать причиной серьезных осложнений и летального исхода. Только обращение за медицинской помощью может сохранить здоровье и вернуть его к нормальной жизни. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Осенний общегородской субботник продолжается. На этот раз на улицы города вышли сотрудники администрации и депутаты городской думы. Традиционно они убирают территорию за больничным городком. По словам участников субботника, в этом году мусора стало меньше. Что хотелось бы сказать. Нужно просто убираться там, где ты насорил. Есть такая поговорка. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Поэтому хотелось бы, начав с себя, порекомендовать гражданам просто поменьше мусорить. Мы живем в городе в таком замечательном чистом зеленом. И хотелось бы, чтобы наши дети наслаждались чистотой. Субботник – часть мероприятий месячника санитарной очистки и благоустройства города, в рамках которого запланирован целый ряд экологических акций. Уборка мусора, посадка деревьев, кустарников, расчистка лесных просек, очистка берегов водоемов. От себя лично и от депутатов городской думы поблагодарить жителей, которые активно участвуют в уборке территории города. Большое им спасибо. Также на уборку города выйдут сотрудники ядерного центра, муниципальных предприятий и учреждений, образовательных организаций, силовых структур, общественных объединений. Если среди горожан есть инициативные группы, которые желают организовать уборку того или иного участка, департамент городского хозяйства традиционно готов оказать поддержку и предоставить мешки и перчатки, а также обеспечить вывоз мусора. Более подробной информации по телефону 977-87. Ирина Вашкородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Алексей Тагинцев – байкер с многолетним стажем. Любовь к свободе и скорости зародилась в сердце мотоциклиста еще в подростковом возрасте. Сначала Алексей управлял советским мотоциклом из Юпитер-2. Чем дальше, тем мощнее были байки. Сейчас мужчины – БМВ-мотоцикл класса «Спорт-турист». Удобный мотоцикл для дальних поездок, для поездок вдвоем. Экономичный, удобный, динамичный, с хорошей ветрозащитой, с хорошей оптикой. То есть мотоцикл создан для того, чтобы колесить по дорогам и наслаждаться впечатлениями. Алексей уверен, что у каждого мотоцикла, как и человека, свой характер и особенности. Поэтому просто так запрыгнуть на байк и помчать вдаль не выйдет. К железному коню нужно найти подход. А это дано не каждому. Когда ты едешь на мотоцикле, ты ощущаешь все. Во-первых, это отличная панорама. Во-вторых, это очень хороший обзор. Я считаю, что гораздо безопаснее есть мотоцикль, чем на машине, потому что ты очень хорошо видишь дорогу. И в-третьих, опять же, ты едешь, ветерок, птички, солнышко. Это настолько прекрасно, что никакое сравнение с машинами не идет просто. На закрытие сезона традиционно съезжаются все мотоциклисты города. В этот раз их было около сотни. Погода в этом году байкерам подарила солнце. Последние годы мотоциклисты стали более активными, стали посещать наши мероприятия. Это приятно, не может не радовать. И в целом, я смотрю, культура мото-вождения в городе растет. Люди становятся более ответственными, нормально подходят к процессу. У нас, кстати, сезон абсолютно безаварийно прошел. В честь закрытия сезона байкеры с тройной колонной проехали по улицам Сарова. Маршрут мотоциклистов пролегал через весь город. Соблюдая ПДД, они прокатились как по старой части, так и по новому району. Сезон мотоциклистов закончился, а это значит, что совсем скоро железные кони отправятся в гараже. И ребята пересядут на автомобиле. Желаем им также соблюдать правила дорожного движения. И встретимся уже весной 2024 года. Ирина Башегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Они отдают свое сердце детям. Педагог – одна из самых важных и благородных профессий. Учителя, воспитатели и наставники зажигают детские сердца жаждой знаний и новых открытий. Помогают сориентироваться в нравственных и культурных координатах. Передают жизненный опыт поколений. Сергей Федорович Немков работает педагогом более 30 лет. В школе ему очень нравилось изучать историю. Поэтому Сергей Федорович поступил в педагогический вуз по любимому направлению. Сам себя он называет фанатом истории. Я рад, что выбрал эту профессию. Я считаю, что это одна из самых лучших профессий. Благодарная такая профессия. Особенно, когда встречаешь выпускников, своих бывших учеников, которые благодарят за то, что чем-то помог, чему-то научил. И чего-то они достигли в жизни благодаря моим усилиям. 2023 год президент объявил годом педагога и наставника. В это время с большой торжественностью чествуют всех, кто учит и воспитывает подрастающие поколения. В связи с Днем работников дошкольного образования и приближающимся праздником Дня Учителя в Драматическом театре прошел торжественный вечер для учителей и воспитателей Сарова. Отдавать частичку себя и своей души детям – это высшая степень служения человечеству. И пример этого служения – это вы. И поэтому, конечно, я желаю вам сохранить это неравнодушие, преданность, умение любить, понимать, принимать и всегда приходить на помощь. Причем не только детям, но и друг другу. Отдельно хотелось бы поблагодарить педагогов-ветеранов. Ведь вы, несмотря на все сложности, продолжаете осуществлять трудовую деятельность, передаете все ваши годами накопленные таланты и знания молодым педагогам, подрастающему поколению и являетесь для ними поистине настоящими авторитетами. Педагогов наградили грамотами от администрации и департамента образования. Саровская система образования активно сотрудничает с Российским федеральным ядерным центром. Департамент и предприятия совместно реализуют порядка 60 образовательных программ для школьников на базе школ, института и Дворца детского творчества. Благодарственные письма от РФЯЦ ВНИЕВ также вручили учителям и педагогам дополнительного образования. Учитель – это всегда звучит гордо. Ведь именно учитель для наших детей, для каждого из нас, каждого житель страны делал все возможным и невозможным. Он действительно получается как лучик света. Он дает ему вектор направления, куда ему дальше двигаться. И самое главное – оно дает ему ориентир к его любви к будущей профессии. По завершении торжественной церемонии для педагогов преподнес подарок Саровский драматический театр – премьерный показ нового спектакля «Женитьба Бальзаминова». Светлана Ерунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Более 70 добрых поступков. В рамках традиционной ежегодной акции «Осенняя неделя добра» 29 организаций сделали хорошие дела для окружающих и выложили их в ВКонтакте с хэштегом «Неделя добра Саров». В этом году участники проводили субботники, собирали гуманитарную помощь для бойцов СВО и жителей новых территорий, помогали бездомным животным в приемнике, проводили экологические мероприятия и многое другое. На сцене молодежного центра подвели итоги акции. В участие приняли детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, кружки, секции. Большое спасибо всем, кто участвовал в этой «Неделе добра». Мы собрали помощь и участникам новых территорий, и военнослужащим. Также мы собирали и корма животным. Еще мы числили озеро Боровое. Ну, много мы где поучаствовали. Молодежный кубок чистоты «Чистые игры» традиционно проходит в рамках «Осенней недели добра». Команды убирают территорию озера Борового в формате соревнований. Всего участники собрали 117 килограммов мусора. Призовые места разделили. Команды «Инсайт», «Сарфаты» и «Школа номер 16». Ребята из школы заняли второе место и собрали четыре артефакта. Артефакты – это то, что больше вредит природе. Мы нашли ковровую дорожку, консиренную банку, знак большой, бутылку из близны. Мы собирали мусор, помогали планете, природе. Мы собрали 21 килограмм мусора, чтобы планета не загрязнялась, чтобы растений больше было воздуха нормального, чистого. Самые активные участники «Осенней недели добра» получили памятные дипломы. Также наградили победителей и призеров «Чистых игр». Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». У нас нету свет, не работает система пожаротушения, не работает сигнализация. Если темнота в ресторане – фишка заведения, то в магазине провал продаж. Перед арендаторами торговых павильонов в московском пассаже неделю стоит вопрос – устраивать уличный рынок перед зданием или продавать товары вслепую. После того, как вышли из строя кабели электропередач, десятки предпринимателей остались без работы и выручки. 20-го числа, придя на работу, включив все свое оборудование, отключился свет, все отключилось. Какое-то время сидели без информации. Администратор Елена Анатольевна нам написала, что ждем, сейчас все проверят, все сделают, все подключат. Ну, как бы, вот уже шесть дней мы ждем, никто нам ничего не сделал, и, как таковой информации, особо нет. На вопросы о сроках возобновления работы администрация торгового центра разводит руки. Как объяснил главный инженер, свет в здании обеспечивали два кабеля, проходящие через городскую ветку. Обязательства по их эксплуатации передали администрации Сарова. Основной повредили специалисты горводоканала при проведении работ. Запасной был уже долгое время неисправен, а своего генератора УТЦ попросту нет. Полгода. Чего вы ничего не делали? Передали резервный прямо с... Один кабель был поврежден, а второй... До момента передачи, до момента передачи, почему бы не сделали? Вы еще были собственными. И не знали, приводят у вас этот кабель на резерв города или нет. Вы почему не делали? У нас приняты кабель. Все, мы его отдали. Мы рассчитывали, что в скором времени они его передали, они тоже же знают, что восстановят резервный кабель и что его не порвут основной. Порвал горводоканал. Администрация собственник, не мы собственники, нас вот винить, они сейчас должны как бы устранить. В городской администрации утверждают, что МУП горводоканал в кратчайшие сроки после обнаружения аварии заключил договор с подрядчиком на восстановление кабеля за счет предприятия. В процессе выяснилось, что он не выдерживает тестовые испытания. На данный момент работы близятся к завершению. По данным подрядчика, систему электроснабжения восстановят не позднее 28 сентября. Администрация московского пассажа пообещала сделать предпринимателям перерасчет по аренде. Вопрос, кто возместит убытки за простой, остается открытым. Дарья Кузина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. ВОУ школа номер 12, адрес Казамасова, 5, проходит учебная эвакуация. Условное возгорание, кабинет 316. Весь сентябрь в школах города проходит учебная эвакуация. На место приезжают сотрудники МЧС, проводят с детьми беседы и на практике отрабатывают действия при пожаре. Не реже двух раз в год мы проводим такие тренировки, чтобы дети и сотрудники общеобразовательных учреждений знали, как нужно действовать в чрезвычайных ситуациях при пожаре, чтобы были отработаны свои дети при пожаре сотрудников, и чтобы дети без паники покидали ее в горящее помещение, если вдруг такое случится. Все по-настоящему. На территории школы появляется пожарная машина. Сотрудники МЧС выполняют первичную задачу. Эвакуируют тех, кто остался в здании и готовят к работе все необходимые инструменты. А после устраняют очаг возгорания. Сотрудники МЧС отмечают, что все ребята с заданиями справились хорошо, а сами ребята оценивают эвакуацию на отлично. Больше всего им понравилось наблюдать за пожарной машиной и тем, как сотрудники МЧС оперативно выполняли свою работу. Было видно, как пожарные доставали шланг, начали поливать. Было очень хорошо то, что это было не на самом деле. Было бы очень страшно, если бы это было правда. Я, конечно, знала, что это учебное, но было чуть-чуть страшновато, потому что я представляла, что думала, что это как будто настоящее. Было бы очень страшно, если бы это была бы настоящая тревога. В следующем месяце сотрудники МЧС проведут профилактические встречи в детских садах. Игрушки и куклы из ткани, бумаги и дерева, вышивки крестом, композиции с фетра и в технике макраме. Педагоги Сарова способны удивить своим творчеством. В учебной рутине они находят время и вдохновение ваять работы высокого уровня мастерства, которые часто создаются в стол. Год назад родилась идея познакомить сыровчан с рукодельницами и их работами. Так появилась выставка «Творчество для души». Я очень рада, что получилась такая уютная, замечательная выставка, что педагоги принесли свои работы. В этих работах они находят свое вдохновение. И очень многие делятся этим со своими учениками. Педагоги из школ и детских садов города занимаются живописью, рукоделием, музыкой и танцами, находятся в постоянном творческом поиске. Одни посещают занятия в объединениях, другие черпают знания из интернета. Что мне это дает по жизни? Это, во-первых, отдушина. Во-вторых, изучая что-то новое, узнаешь столько информации, это дает, которую я могу детям преподать интересно на уроках. Потом это общение. Общение шикарное, с интересными людьми. Большую поддержку педагогам оказывают воспитанники. Школьники следят за успехами учителей, стараются им подражать. С совместными работами ученики и педагоги регулярно занимают призовые места в конкурсах и фестивалях, а выпускники используют навыки в дальнейшем. Ольга Борисовна, напомните, мы народную рубаху шили. Я вот недавно в институте в ней выступала на каком-то мероприятии. Поэтому все, что я им даю, оно находит отклик в их душе, в их жизни, в их творчестве. Мне это очень приятно. Выставка так понравилась посетителям, что организаторы уже планируют новую. В ноябре в Музее народной игрушки саровчане смогут познакомиться с личными коллекциями педагогов. Роспись по дереву, художественная вышивка, керамика и многое другое. Эти работы сделаны руками воспитанников детской школы искусств номер два ремесленно-художественного отделения и представлены в молодежном библиотечно-информационном центре на выставке «Живая нить традиций». Приурочили экспозицию к 30-летию детской школы искусств номер два. Дело в том, что у нас два здания. Здание на Силкино, там у нас есть очень большой красивый зал. На Московской для нового района у нас нет возможности показать работы наших детей. Поэтому возникла такая идея как бы показать работу именно для ребят, для жителей нового района, чем занимается Московская 36. Сами участники выставки признаются, что каждая работа выполнена с любовью и несет в себе частичку добра и света. Также воспитанники Дыши номер два старались создать каждый проект уникальным. Говорят, что это было непросто. Да, примерно это тяжело, там были у меня ошибки, но я все же с этим справилась. Также я это делала примерно полгода. Было очень интересно, увлекательно, мне очень нравилось это делать. И я там бывало ошибалась, но все исправляло и получилось очень красиво. Посмотреть выставку «Живая нить традиций» в библиотечно-информационном центре может любой желающий до конца декабря. Учились варить кашу, считали ступеньки, навещали Незнайку и его друзей, вместе с Бобиком ходили в гости к Барбосу. Ребята из детского сада номер 29 отправились с сотрудниками библиотеки Маяковского в увлекательное путешествие по солнечному городу Николая Носова. На очередной встрече в рамках программы «Чтение дела семейное» дети познакомились с биографией и творчеством писателя, а потом посмотрели известные экранизации по его рассказам. Сказки мы разные смотрели, фильм один. А какой больше всего понравился? Фильм. А про что он был? Про кашу и собаку. За книжками там, там еще разного всего узнаем. Какие-то твои любимые произведения есть, любимые книжки? Да. Какие? Про трикота книжки, про мини-минижки, книжки про спрашивания, мошенники. Сотрудники отдела семейного чтения библиотеки имени Маяковского уже более 10 лет реализуют программу «Чтение дела семейное». В библиотеку приходят ребята из детских садов, частной школы Сарова и Теплого дома. Для них два раза в месяц проводят литературно-игровые познавательные встречи, посвященные определенной теме. Цель таких мероприятий познакомить детей с книгой и привить интерес к чтению. Каждое из этих мероприятий, оно заканчивается и сводится не только к игре, оно сводится именно к тому, чтобы в конце мероприятия преподнести ребенку книгу, чтобы малыши, они вот эту узкую дорожку прошли вместе с нами и через вот эту игровую программу приблизились именно к самой книге. Каждый отдел библиотеки раскрывает для ребят разные темы о художниках, писателях, народных промыслах, родном городе. На встречах дошколята знакомятся с праздниками и значимыми датами страны. Сентябрь посвятят знакомству с библиотекой и книгой. В этом учебном году на программу «Чтение дела семейное» ждут порядка 260 ребят. И наша задача именно в том, чтобы, опять же, доступным языком объяснить ребятам, что такое библиотека, чем она отличается от книжного магазина, как она устроена, как она работает. У нас очень впечатляются ребята, когда узнают, что количество книг в нашей библиотеке, то есть их несколько тысяч экземпляров. В рамках программы «Чтение дела семейное» на базе библиотеки работает и клуб семейного чтения «Читайка», который могут посещать родители с детьми. Подробности можно узнать у сотрудников Маяковки без возрастных ограничений. В Нижнем Новгороде назвали размер идеальной зарплаты. В среднем это 205 тысяч рублей в месяц. Интересно, а какая идеальная зарплата у саровчан? И на что чаще всего они тратят деньги? Спросим у них. Идеально. Наверное, 1120 в месяц хватит. Где-то 1080, наверное. 1100. Я думаю, это было бы хорошо. 1100 для вас? Я не работаю. А вот так вот? И вот если бы вы работали? Если бы работала? Ну, я думаю, 1070. Я уже на пенсии. Ну, а вот если бы работали? Ну, я бы думаю, что 1040. Ну, допустим, около 120. Все зависит от должности, наверное, 1120. Вот так вот. Чтобы вообще и детей растить, и... Ну, в общем, на все хватало, чтобы. Ну, 150, 170, не знаю, что-нибудь такое. На семью из трех человек, и жена, ребенок, я считаю, нужно где-то уровень 150 тысяч. А на что чаще всего тратить деньги? Ну, это какие-то бытовые, жизненные необходимые. Ну, то есть питание, школы, кружки. Да, я тоже на ребенка сейчас в основном. Ну, хотелось бы вот в декрете еще, да, как-то чуть больше путешествовать. На житье, на путешествия, на еду. Мне жалко деньги тратить на лекарства, но приходится, да, скажем так. Ну, на еду тоже скромно. Ну, как бы сказать, я, наверное, помогаю детям. Поездки, еда, да, и в принципе все. Да, на все, как и все, одежда, еда. На вещи ребенку. Да, очень часто покупаю. Вот, ну, потому что хочется не то, что не портится, а хочется красивого каждый раз, и поэтому вот чаще всего на них. На стройку, скорее всего. Да. На стройку, ну и на продукты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok